итак всем привет меня зовут наталья невзорова сегодня мы с вами знакомимся с мультиваркой вообще только что мы убрали коробку я сейчас вам покажу из чего она состоит корпус мультиварки выглядит следующим образом есть кнопка открывания открывать ее нужно так вот здесь удобный очень захват нажимаете на кнопочку и как легко она открывается это называется клапан для выхода пара то есть если мы посмотрим его с этой стороны вот он будет выглядеть таким образом его еще называет умный клапан как я прочитала поэтому здесь вот нужно быть осторожным чтобы не обжечься потому что я так поняла что периодически выходит пар из нее теперь если мы еще посмотрим ближе чаша из нее вынимается выглядит она следующим образом она покрыта тефлоновым покрытием но вот я читала по отзывам на яндекс маркете что тефлоновое покрытие очень и очень тоненькая поэтому срок службы такой мультиварки два года но я считаю что в принципе для тех кто впервые начинает знакомиться с этими с этим видом техники бытовой домашней это самый раз натренировать руку а потом уже можно купить и подороже внутри есть нагревательный элемент то есть выглядит он следующим образом и когда мы вставляем сюда чашу в которой есть вот тоже меры литража эти мы замыкаем контакт и таким образом при включении она начинает работать есть еще вот такая ложечка так как покрытие тефлоновое не рекомендуется металлические ложки использовать и вот здесь есть удобное отверстие очень ставим можно вставить закрывается она щелчка и вот здесь есть еще клапан для сбора влаги я так поняла что каким-то образом влага которая под воздействием кипения превращается в пар проходит сюда и конденсируется здесь еще входит у нас в комплект вот такое приспособление для тушения на пару то есть это можно одновременно готовить два блюда предположим мы открыли здесь мы варим бульон а здесь мы поставили предположим тушить овощи то есть вот можно готовить одновременно два блюда и в комплект входит точно также вот такой мерный стаканчик я правда еще не разобралась тут три четверти 1 2 1 четверть написано тут очевидно это миллилитры ну в общем сегодня когда утром я варила гречку то я мерила именно вот этим мерным стаканом то есть два стакана с половиной гречки и три стаканчика воды вот у меня получилось 4 порции гречи ну а сейчас мы с вами будем готовить мясо здесь в приложении к этой мультиварке есть еще книга рецептов и есть еще инструкция то есть инструкцию я изучила книгу рецептов я прочитала и вот я нашла сегодня блюдо которое мне по ингредиентам подошло это жаркое из мяса единственное что я немножко отойду от рецепта у меня нет перца у меня есть мясо у меня есть лук и у меня есть соль и поэтому программа которую мы будем использовать это тушение и готовится она будет примерно полтора два часа и так что мы будем сейчас делать каким образом готовится в мультиварке мясо я конечно сама первый раз делаю посмотрим что у меня получится я уже подготовила лук и моя задача сейчас уложить лук слоями блюдо очень простое я готовила его и на газовой плите но газа у нас сегодня нет у нас на три дня отключили газ и вот поэтому мне пришлось приобрести мультиварку может быть даже этой плюс так как я очень хотела ее приобрести но вот раньше как-то не было возможности для этого сейчас появился мотив поэтому вот я сейчас складываю и теперь моя задача уложить сверху мясо то есть я накладывать его буду слоями я когда читала отзывы на яндекс маркете об этой мультиварке то мне запомнилось это то что у нее есть стойкий запах пластмассы но на самом деле вот я сегодня утром варила в ней гречу абсолютно никакого запаха пластмассы я не почувствовала я пыталась гнюкаться но пахло стойка гречей и поэтому может быть это разница в моделях но производитель мне кажется один сделано это мультиварка в китае как и прочие многие товары народного потребления на сегодняшний момент потому что бывает иногда и дорогой вещь покупаешь а сделано все равно в китае так теперь мне нужно соль так и я сверху обильно посолю мясо и теперь моя задача уложить еще один слой лук здесь будет выполнять роль подушки так как он будет медленно разогреваться он будет превращаться то вас то есть еще раз солю так что еще мне понадобится сок лимона я отрезаю и просто выдавливаем сверху это нужно для вкуса мясо нас подготовлено я закрываю плотно и сейчас моя задача включить программу тушения она предлагает час но я хочу прибавить до двух часов то есть дух так как мясо у нас говядина она будет тушиться в течение двух часов смотрите изменить программу я могла только тогда когда у меня мигало табло сейчас я ее поменять не могу мне нужно снова выключить будет ее и уже поменять программу на другую если я передумала или мне захотелось добавить время значит что еще я сегодня узнала оказывается если например вы забыли посолить мне сказали что можно спокойно ее открывать главное чтобы не обжечься то есть я могу ее открывать в процессе варки как мне будет удобно сейчас в течение двух часов мясо будет готовиться а мы с вами встретимся чуть чуть позже так вот сработает сигнал и сейчас через какое-то время прекратится и мультиварка перейдет в режим нагрева то есть блюдо приготовлено давайте будем потихоньку открывать вот теперь смотрим мясо у нас приготовилась ничего не подгорело ничего не вытекло для того чтобы выключить мультиварку из режима подогрева нужно просто нажать вот эту кнопочку все мультиварка отключена и теперь блюдо у нас будет постепенно остывать но так как она находится в закрытом контейнере то все-таки она станет гораздо медленнее супер завтра мы попробуем с вами запустить мультиварку с таймером отсрочки времени вообще конечно здорово что я два часа сюда не подходила к плите и занималась своими делами вот в этом конечно суперское преимущество мультиварки приглашаем вас наш проект кухня моей мечты это домашний интернет журнал для домохозяек и желаем вам приятного просмотра наших видеосюжетов с вами была наталья невзорова всем пока пока